В Реутовской средней школе номер 5 прошел урок мужества. В нем придели участие ребята, старшие школы, педагоги, глава городского округа Реутов Станислав Катров и почетные гости. Провели урок военнослужащие дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войск Национальной гвардии России. Уроки мужества у нас с вами проходят часто, но этот урок будет особенный, потому что военнослужащие расскажут вам о том, что такое патриотизм и мужество в их представлении, поделятся эпизодами своего боевого жизненного пути. И мы надеемся, что каждое слово и каждая минута этого мероприятия навечно останутся у вас в памяти. Во время урока военнослужащие рассказали школьникам о боевом пути подразделения, которое в 2024 году отметит 100-летний юбилей. Помощь в становлении молодой Советской Республики, борьба с бандитизмом и басмладчеством, Советско-финская война, Великоотечественная. И все это о знаменитой дивизии имени Дзержинского. Когда шел парад 7 ноября 1941 года, на станции «Водный стадион» шел бой, где военные дзержинцы сражались с ротой мотоциклистов дивизии СС, которые пытались прорваться в центральную часть города Москвы с целью того, чтобы сорвать парад, который был приурочен в Великой Социалистической Революции. После войны летопись подразделения продолжилась. Дивизия обеспечивала безопасность на Олимпиадах, воевала в многочисленных горячих точках и в России, и за ее пределами. Мне сегодня очень приятно здесь присутствовать и иметь возможность наблюдать за этим уроком, потому что мне кажется, для ребят важно сегодня понимать то настоящее, что происходит. Не стесняйтесь обсудить это со своими родными. Это важно. Мне кажется, эти уроки мужества нужны, чтобы прививать любовь к родине, показывать, что действительно нужно защищать, и что это весьма престижно и нужно для нашей страны. Неподдельный интерес школьников к уроку мужества с участием военнослужащих дивизии имени Дзержинского заставляет предположить, что некоторых из юных участников встречи мы сможем увидеть в рядах прославленного подразделения уже через несколько лет. Евгений Сафаров, Петр Гаретов, Телеканал ТВ Реутов. Продолжение следует...